Помимо федеральных законов, запрещающих курение в общественных местах, в Сочи принята антитабачная хартия. И курорт сегодня, согласно общественному мнению, наименее курящий город страны. Письма и обращение к близким людям, родителям – это еще один способ обратить внимание на проблему, убивающую миллионы людей. Сочи находится на стадии подготовки к очередному всемирному дню борьбы с табакокурением. Мы стараемся привлечь мнение общественности, мнение горожан, мнение гостей нашего города к этой очень острой, очень опасной, очень катастрофической ситуации с табакокурением, которая есть в нашей стране. В своих письмах ребята могли не только обратить внимание на проблему, но и предложить способ борьбы с зависимостью. Мало кто из взрослых задумывается о том, что вследствие пассивного курения в молодом организме происходят изменения. Так как у меня в семье никто не курит, то я скорее пишу всем родителям, родителям, взрослым, чтобы они думали о том, что их курение, оно вредит не только им, но еще и их детям, их близким людям. Пишу другу, насчет пользы не знаю, поможет ли или нет, но пишу, чтобы сделать наше общество лучше, избавиться от табачных изделий, чтобы люди не губили себя. Услышать голос своего ребенка, друга, сделать все возможное и принять взрослое решение бросить курить. Такова по сути задача акции. Для нас очень важно понять одну простую вещь. Есть мама, папа и есть школа. И вот вместе мы что-то сделать можем, чтобы ребенок в дальнейшем не курил. Сначала мне показалась дикая ситуация, но возможно она тоже имеет право на жизнь, когда ребенок просит своих родителей не курить. И может быть с этой стороны вот такой заход на проблему тоже имеет право на жизнь и тоже даст свой результат. Завершится акция 31 мая во Всемирный день без табака красочным флешмобом на спортивной площадке Центра внешкольной работы. Здесь же подведут итоги акции и выберут лучшие, наиболее содержательные обращения. Они будут размещены в соцсетях, некоторые появятся и на городских баннерах социальной рекламы. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.